здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей великобритании на пятницу 18 февраля быстренько пролетела эта неделя если честно поэтому давайте сразу к новостям лидер лейбористов сэр кир стармер хочет чтобы миллионы вкладчиков получили возможность инвестировать восстановление великобритании после кризиса с коронавирусом его схема британских облигаций на восстановление является центральным элементом его альтернативного плана национального восстановления предшествующего бюджету канцлера реши сунака 3 марта консерваторы заявили что сэр кир украл у них большую часть его идей схема лидера лейбористской партии облигаций восстановления великобритании является центральным элементом его альтернативного плана национального восстановления в преддверии бюджета 3 марта он также предложил суды для стартапов 100 тысячам новых малых фирм особенно за пределами юго-востока канцлер реши сунак изложит планы правительства по выходу экономики великобритании с самой глубокой рецессии за 300 лет своей бюджетной речи в следующем месяце но сэр кейр сказал что консерваторы не смогли воспользоваться этим моментом добавив все что мы можем ожидать от этого правительства почти того же самого лейбористы выберут другой путь я выбираю другой путь отец каким же будет твой карантин в северной ирландии продлен до 1 апреля исполнительный директор stormont согласился с тем что ограничения на изоляцию в северной ирландии будут действовать до 1 апреля но дети в возрасте от 4 до 7 лет вернуться в школу в понедельник 8 марта об этом сообщает bbc news очередной обзор мер состоится 18 марта представители органов здравоохранения заявили что хотят избежать возможного роста чисто случаев заболевания в связи с днем святого патрика и в преддверии пасхи по словам ученых отслеживающих эпидемию с января в англии наблюдается сильное снижение уровня заражения коронавирусом исследование react проведенная имперским колледжем лондона показала что с момента начала карантина количество инфекций в англии снизилась на две трети а в лондоне на 80 процентов но уровни вируса по-прежнему достаточно высокие с 4 по 13 февраля у каждого двухсотого положительный результат теста это похоже на уровне наблюдающиеся в конце сентября 2020 года неясно только как на это снижение повлияла вакцинация ведь ее получили только старые люди некоторые работники передовой да и то получили в основном только первую дозу вакцины ведь так согласно данным nhс три из десяти сотрудников домов престарелых не были вакцинированы против к вида несмотря на то что они входят в четыре основные приоритетные группы в англии более четырехсот тридцати пяти тысяч работников домов престарелых имеют право на лечение но из них только 304 тысячи и 600 получили первую дозу в лондоне только 52 процента персонала перенесли укол а на юго-западе в этот показатель вырос до семидесяти пяти процентов цель великобритании по вакцинации 15 миллионов человек была достигнута на прошлых выходных учитывая что неделя пролетела очень быстро не забудьте завтра я выйду в прямой субботний эфир в режиме блога уже как обычно в котором расскажу как я все-таки отказался теперь уже официально от тебе лицензии и отвечу на разные ваши вопросы которые вы можете написать в комментариях к этому ролику кстати вполне возможен сегодняшний вечерний прямой эфир это зависит от того что нам за сюрпризы заготовила правительство в пять часов вечера для того чтобы не пропустить какой-нибудь из прямых эфиров нажмите на кнопочку подписка и колокольчик тогда вам придет оповещение в случае выхода в прямой эфир спасибо к новым сотрудникам фирм может применяться политика нет вакцины нет работы по словам министра юстиции для компаний может быть законным настаивать на вакцинации новых сотрудников в качестве условия их приема на работу чтобы вы там в комментариях мне не писали но это сказал все-таки министр юстиции тем не менее роберт бакленд добавил что вряд ли начальство сможет обеспечить вакцинацию существующим работникам которые уже работают в соответствии с их текущими контрактами на даунинг-стрит заявили что это было бы дискриминационным приказывать людям проходить вакцинацию для того чтобы сохранить свою работу но некоторые фирмы заявляют что не будут нанимать новых сотрудников которые отказываются от вакцинации в интервью ай тиви в среду бакленд сказал что принуждение к вакцинации новых сотрудников теоретически возможно только если это будет прописано в их контрактах к примеру компания пимлика пламберс из лондона заявила что не будет нанимать новых сотрудников которые отказались от вакцинации по не медицинским причинам оператор дома престарелых барч стер хеллскер также заявил что все новые сотрудники будут обязаны пройти курс вакцин дэвид сэмюэлс юридический директор фирмы льюис с селкин сказал что с юридической точки зрения нет ничего что могло бы помешать бизнесом помещать в контракты новый пункт с новыми сотрудниками ну такую оговорку нет укола нет работы и да я чуть не забыл рассказать что у нашего канала новости великобритании есть спонсор компания форма vita которая предлагает скидку на широкий ассортимент профессиональных средств по уходу за волосами ну шампуни там мази и все что нужно для ухода и восстановления волос если они вдруг заболели но для нормальных волос тоже все это подходит ссылку на промокод вы найдете в описании к этому видео на сайте помимо уже заниженных цен мои зрители смогут получить дополнительную скидку ожидается что герцог одинбургский проведет еще одну ночь в больнице после того как он был госпитализирован во вторник после того как почувствовал себя плохо 99-летний принц филипп как ранее говорилось был в хорошем настроении после того как был доставлен в больницу имени короля эдварда седьмого в центре лондона в качестве меры предосторожности его пребывание не связано с коронавирусом и источник во дворце сообщил что герцог попал больницу без посторонней помощи ожидается что он проведет там несколько дней наблюдений и отдыха теперь хорошие новости для тех кто собрался подавать на гражданство но не сам а вас собрался подавать на гражданство натурализовать своих детей плата в размере тысячи фунтов стерлингов взимаемая министерством внутренних дел за регистрацию ребенка в качестве британского гражданина является незаконной апелляционный суд заявил что министры не смогли оценить и рассмотреть вопрос о воздействии этой платы на детей и их права отметив что для некоторых семей трудно понять каким образом эта плата может быть предоставлена вообще министерство внутренних дел в настоящее время взимает тысячу двенадцать фунтов стерлингов за ребенка чтобы зарегистрироваться для получения гражданства для процесса который стоит всего 372 фунта департамент говорит что используют оставшиеся 640 фунтов прибыли для перекрестного субсидирования иммиграционной системы ну ребята теперь все это будет намного дешевле мои поздравления 372 фунта это реальная цена для натурализации ребенка пенсионер о котором я рассказывал несколько дней назад но помните да который задушил свою жену поясом от халата через несколько дней после начала первого карантина так вот он все-таки был приговорен к пяти годам тюрем тюременного заключения мистер уильямс был признан виновным в убийстве после судебного разбирательства в ходе которого психолог утверждал что его беспокойство усилилась из-за изоляции которая ограничила его способность проявлять самоконтроль в четверг он пристал перед судом свонзи для вынесения приговора после признания в непредумышленном убийстве по причине ограничений судья пол томас сказал что это конечно трагический случай на нескольких уровнях причем они очень простой но по его мнению психическое состояние уильямса было в то время серьезно нарушена но это не помешало ему понимать что он делает так как полицию он вызывал сам так что ребята ничего у вас не получится те кто обрадовался и собирался избавиться от своей второй половинки ну а других новостей на сегодня больше нет за исключением того что на марс приземлился марсоход в поисках внеземной жизни и тому подобного но эту новость вы можете увидеть на каком-нибудь другом канале а вам я желаю хороших выходных увидимся с вами в режиме блога о том что у вас есть и и и и и и и и